итак коллеги всем здрасте сегодня у нас пятнадцатая серия вопросов и ответов сразу покажу какие они есть они на самом деле достаточно интересный и в общем давайте будем переходить чтобы вас не задерживать по-быстрому будем отвечать итак первое мы начинаем новый проект планируем использовать винформ дать какой-нибудь пожалуйста совет ну я так думаю что речь идет о том какую платформу использовать и возможно я так понимаю что вопрос о том нужно ли писать на винформ смотрите я нашел некоторое количество данных по поводу того используется или нет в частности в блоге телерика есть такая информация что до пиев и винформс они как были так и являются самыми распространенными и в общем выбор платформу информ ничем не хуже чем до пиев более того сейчас существует на самом деле очень долгосрочный перспектива microsoft а потому что винформ когда-то плохо адаптировался к разрешениям экрана d5 так называемый точек на дюйм и сейчас они эту проблему решили постоянно продвигают усовершенствовать сейчас появилась возможность перевести вин приложи винформ приложения на dot net core соответственно ну то есть нет пятый фреймворк и работают они в разы быстрее ну в два в три раза ну во всяком случае про допеев приложения могу сказать точно потому что видел эту информацию и что касается выбора да пиев или винформ на мой взгляд это дело принципа и то и то имеет место жить другой вопрос что до пиев дает дополнительный на мой взгляд опять же декларативная разметка является плюсом например юнит тестирования на самом деле дает возможности использовать dependency injection если вам это не нужно ту информер на ваш случай это не хорошо не плохо это просто по-другому так следующий вопрос какой выбрать фреймворк нет 3 или нет 5 смотрите на самом деле они абсолютно ничем не отличается кроме того что у них есть разное время поддержки другими словами если вы берете 31 то давайте вот такую картинку нашел в интернете смотрите каждый год теперь microsoft будет выпускать новую версию фреймворка что это значит это значит что вам придется обновляться ну или не придется во всяком случае настоятельно рекомендую это делать и ключевой момент вот в следующем кадре смотрите поддержка microsoft а осуществляется на lts то есть long term search ой саппорт то есть долгосрочная поддержка ой long 100 терм саппорт вот вот так это правильно произносится речь идет о том что lts поддерживается порядка трех лет а то есть который current версия ну например 5.0 который сейчас вышла на порядка там 16 там 14 месяцев и в общем то если вы планете большой проект который будете вести очень долго и настоятельно будете его обновлять то рекомендую выбрать lts ну любой из фреймворков будущий или предыдущий которые собственно говоря будут меньше количества подвержен изменениям с другой стороны в нет который в нет версии который является current на самом деле появляются дополнительные фишечки может быть даже те ради которых вы собственно говоря и начинаете проект поэтому собственно еще раз повторюсь нужно выбирать то что вам нужно понимая что это и для чего ну и еще один вопрос как получить доступ к данным blazer вы знаете вопрос на самом деле интересный потому что есть два блейзера есть на блейзер который сервер который работает через сигналар непосредственно с контроллерами на котором хостинге он запустен запущен прошу прощения и есть в по семье который является грубо говоря спа очень похожим на реакт очень похожим на ангуляр или допустим view или даже аурелью и там абсолютно такой же способ получения данных другими словами если подытожить то если вы используете в по семье то это обычно http клиент но если конечно вы пишете на си шарпи но хотя на блейзере да я пошутил другой вариант если вы используете блейзер сервер то скорее всего это из контроллеров или и пиа этого сервера на котором собственно риан хостится то есть это испадут net core контроллеры ну вот как то вот так ну и еще один вопрос который звучит следующим образом должен ли разработчик иметь свой личный блог но на самом деле мне нравится что такие вопросы задаются значит вы в эту сторону думаете и это на самом деле очень важно я считаю однозначно что должен и сейчас попытаюсь объяснить почему ну во первых у меня блог есть и ссылка на него и в частности на ту статью из которой буду приводить заголовки написано внизу я также помещу ее в описании почему нужен блог ну во первых нужно определиться насколько долго вы хотите быть разработчиком месяц два три может быть год а может быть 10 а может быть до конца жизни это как бы один вариант да то есть если там два три месяца 4 там год ну блог вам не нужен я же начинал достаточно давно и первое ваш за что мне блогу можно сказать спасибо это то что это очень удобная записная книжка в которой мог записать все что угодно и достучаться до нее из любого места напомню что я создавал блог достаточно давно когда таких вот как сейчас манипуляции с данными ну достаточно трудно было сделать сейчас достаточно все упростилось и в общем может быть это не может быть это не как-то сказать по-русски не approve того то есть не доказательство того что нужен блог то есть не аргумент если говорить по-русски то следующий вариант смотрите грамотная речь пишешь блог и есть исправка исправление вернее синтаксических ошибок и лексических ну в общем начинаешь следить за своим языком вспоминаешь русские слова так сказать в общем это тоже плюс моторика временно продумать ну в общем я считаю что это важно правильно излагать свои мысли доказывая в том числе свою правоту в определенных моментах до развития там в коллаборейшен в каком-то там conversation как по-русски то я уж начал забывать это очень важно и третья причина это комментарии к статьям на самом деле это важно когда статьи вы написали вы получаете фидбэк где-то вас поправили где-то помогли где-то сказали спасибо в общем так или иначе задается вектор движения вашего развития это тоже очень важно в общем то поэтому и видео блог поэтому и очень радуюсь вашим комментариям особенно хорошие но и смотрите если вы пишете какой-то программный продукт ссылка на документацию которая будет в вашем блоге облегчит вам просто вот реально то есть если у вас 5 продуктов вам нужно будет 5 блогов либо один хороший блок в котором написаны все ваши продукты как минимум да и опять же вы можете направить пользователя на конкретную статью где можно подключить и видео подключите картинки и материал то есть можно и блок в целый посвятить одному продукту и в общем то выделить одну страничку вашего личного блога на какую-то документацию какого-то вашего продукта тоже является плюсом я этим неоднократно пользовался ну и еще одна пятая причина это проверка своих гипотез правил принципов ну смотрите есть вариант реализации вариантов реализации на самом деле одного этого функционала миллион да ну и в общем то в каждом есть свои плюсы и минусы и допустим вы придумали какой-то супер свой новый какой-то метод реализовали его написали блоге люди посмотрели заценили его сказали молодец круто пиши еще автор жет как там раньше говорилось на албанском языке в общем это удобно это понятно это круто вы написали проверили более того это то что касается кода но вы же можете и в своем блог то есть сам самом блоге прям какую-то какие-то реализации написать да ну для начала я делал блог с точки зрения какой-то песочница да я на нем экспериментировал там в общем неважно поехали дальше а ну кстати вот шестая причина это песочница для теста кода то есть если у вас есть какие-то мысли и в общем не охота да в продакшн коде что-то менять тем более это не ваш продукт то это в общем-то ваша личная песочница экспериментируйте делайте прям кодируйте как хотите как удобно и если он добрый друг свалится но ничего страшного ответ ваша вина зато научитесь обратно откатывать выпадение в общем на самом деле достаточно удобная полезная штука но во всяком случае в начале карьеры точно ну и еще одна на самом деле очень важная причина на мой взгляд это дополнительный плюс к резюме на самом деле достаточно часто я указываю ссылку на свой блог потому что там есть и пример кода и образ вашего мышления и возможность показать как вы выражаете свои мысли и комментарии пользователя обычно считается то есть которые отвечают на конкретный пост люди видят как вы взаимодействуете это на самом деле очень важно смотрите есть такое понятие как искусственный интеллект он развивается и скорее всего на работу скоро так или иначе будут принимать роботы я так думаю ну во всяком случае человек будет принимать решение да или нет но роботы будут искать информацию о вас и если уж говорить честно и правда то это уже происходит боты ходят и собирает данные по сайтам если будет информация о вашей ваша информация будет хорошая ну я думаю что мы сейчас много такого лирического сказали но тем не менее это это правда ну еще один такой лирический вопрос какие у вас самые любимые паттерны на самом деле это очень на мой взгляд неправильный подход потому что паттерны не могут быть любимыми паттерны могут быть наверное не знаю наверное это каждый должен решить для себя но смотрите такое понятие как выучил паттерн допустим силгант синглтон и начинаешь его лепить налево направо когда-то еще в школе придумал себе такое понятие наверное как принцип до назовем его так как там правило одного урока да ну как обычно в школе преподается какой-то одна тема ну например теорема пифагора и показывает как ее решает и в общем вы уходите со школы вам приходите домой там домашнее задание решить пять примеров на формулу вот этого пифагора и и все и вы считаете гением решили подобрали шип добрали но в жизни немножечко не так теория одного урока она как бы для одного урока и ваша задача научиться решать ну то есть не применяя только один и тот же паттерн всегда везде который вы любите который вам нравится а использовать разные паттерны зависимости от того какую архитектуру вы строите какой на платформе работаете как и какие задачи вы решаете то есть любимые паттерны конечно хорошо но тут правильно говорить о том какие паттерны часто применяете да какие позволяет решать более четко и правильно поставленные задачи или например те которые применяются для разных задач то есть более гибко ну вот наверное как то вот так вот да то есть любимых но нет есть аббревиатура solid который объединяет себе несколько паттернов самых важных на мой взгляд ну вот это наверное да она она вот это вот подход на подхода молодец хорошо начался говорить вот этот подход позволяет и писать более правильный код вычленяет самые узкие места когда вы работаете в коллективе в группе разработчиков в команде то есть есть некоторые паттерны которые используются очень редко и есть такие без которых просто никогда ну ладно не будем пока об этом в общем наверное на этом все да и я наверно вам скажу спасибо за внимание и в общем то я хочу поблагодарить вас за комментарии пишите давайте общаться становитесь спонсором это в общем то даст некоторые бонусы я думаю что они будут значительными и на этом наверно все всего доброго и пишите правильный код вот и и Продолжение следует...